Айбола Шатаканова Айбола Шатаканова Айбола Шатаканова Айбола Шатаканова Айбола Шатаканова Успел он отойти назад и провести удар ногой. Это не каждому дано, конечно, не каждый каратист рискнет такое сделать. Итак, 21 год Малдера Мельдиханова занимается с каратэ с 5 лет. Уже 16 лет. Представляете, как связал свою жизнь с каратэ Алдиар, мастер спорта международного класса, обладатель Кубка мира по стилю Шотакан. Этот результат был показан Алдиар Мельдихановым в 2012 году. Ну, очень опытный каратист. Долгое время выжидает бойцы. Момент, чтобы провести атаку. Наверняка сейчас, если это продолжится, судья остановит бой и делает предупреждение за пассивность. Да, то, что и делает рефери в ринге, показывает обеим спортсменам по предупреждению за их пассив. Мы видим, что очень активны болельщики из Кыргызстана. Они горячо поддерживают своих соотечественников. Кстати, еще одно событие. У нас все сегодня связано. Телеканал «Коспорт» третий раз уже предоставляет нашим зрителям возможность посмотреть бои профессионального каратэ. Наслаждаться этим прекрасным видом спорта, восточным единым образцом. Именно этот наш третий турнир связан с цифрой 3. Именно сегодня, 3 декабря, день рождения идейного вдохновителя турнира «Каратэдо ПРО» президента Федерации «Каратэдо Казахстана» Евгения Константиновича Пака. От имени члена Федерации, от всех поклонников «Каратэдо» мы от души поздравляем Евгения Константиновича с днем рождения. Желаем ему здоровья и успехов. Телеканал «Коспорт» также присоединяется к сказанным словам и также горячо поздравляет нашего уважаемого президента Федерации «Каратэ». Итак, мы продолжаем наблюдать за выступлением наших ребят. Видим, что все равно хорошо работает у нас на татаме Алдяр Мельдиханов. Все-таки ему тоже опыт позволяет. Видите, как настраивается по-своему. Он чуть-чуть приболел, он перед этим турниром, но тем не менее. Есть стремление к победе, есть настрой. Сейчас, я думаю, что он покажет свой спортивный характер. Ну и данное мероприятие, конечно же, организовано благодаря фонду первого президента Республики Казахстан, лидера нации, при непосредственном участии у руководителя Сагандыка Тавлыковича Нураханова, за что отдельная благодарность этому человеку, антимату города Алматы, Федерации «Каратэдо» Казахстана, конечно. Ну и, в общем, если рассказать о нашей Федерации «Каратэ», многолетняя деятельность Федерации Казахстана, это отдельная история, на ней хочу остановиться чуть поподробнее. Ну, Федерация «Каратэдо» Республики Казахстан основана в 91-м году на базе Всеказахстанской Ассоциации Восточных Единоборств, существующей с 1976 года. Федерация «Каратэдо» Республики Казахстан входит в состав ВКФ. Всемирная Федерация «Каратэ» с 91-го года является членом АКФ Азиатской Федерации «Каратэдо» с 93-го года. За время своего существования Федерация «Каратэдо» Казахстана участвовала в 12 чемпионатах мира, как среди взрослых, так и среди юниоров. На счету Отечественной Федерации награды шести азиатских игр, пять золотых, серебряные и бронзовые медали. Успехи казахстанских каратистов от Федерации «Каратэдо» широко известны. Наши спортсмены давно составляют сильную конкуренцию многим спортивным державам Азии. Пример тому – это вот в сентябре месяц проходил чемпионат Азии среди взрослых мужчин и женщин в Йокогаме, в городе Йокогама, Японии. На этом чемпионате Азии мы впервые показали очень хорошие результаты. Общекомандное место. Наша команда заняла второе место из 40 стран. Впереди вперед нас только ушли родоначальники этого вида спорта японцы. Ну и впервые мы обошли иранскую команду очень сильную. Наши спортсмены взяли три золота. В этом турнире участвовал Ермек Айназаров. Он 75 килограмм был чемпионом. И два чемпиона Азиатских игр подтвердили свой статус чемпионов Азии. Это Актауф Андрей, Сагандыков Ренат. Это вот получается из шести весовых категорий наши спортсмены заняли три золотых медали. Вот благодаря начальнику команды на Скором Молдоголе мы немножко окунулись в историю федерации карате. Это краткая информация для наших зрителей. Выучали цифры, статистика небольшая. Это достижение наших каратистов не только на соревнованиях. Это достижение наших каратистов на соревнованиях международного уровня. Мирового уровня, да. На континентальных соревнованиях. Это именно та информация для наших многих спортсменов, молодых подрастающих, для болельщиков. Кому не безразличен этот вид спорта. А он не безразличен. Да, я думаю, каждый фанат этого спорта должен знать историю карате развития Казахстана, с чем связано это все, с чего это все начиналось, какой бы проделан большой путь с 91-го года. И вот, считайте, с 91-го года, вот в этом году мы показали на Азии такие большие результаты. Индира, вы сами свидетельница, как в прошлом году на Азиатских играх наши спортсмены заняли два золота. Андрей Актау, у нас с Олега Курова завоевала золотые дали. Да, хотя изначально было пять финалистов. С пяти финалистов у нас два золота и три серебра, также одна бронза. Это очень, можно сказать, очень сильный результат был показан за всю историю нашей федерации, развитие вот с 91-го года. До этого мы показывали, были результаты два золота также, было два финалиста. В 2010-м году, в 2006-м году было первое золото на Азиатских играх, это Халида Халидова было. И уже с 2006-го года, начиная на каждых Азиатских играх, наши спортсмены показывают такие большие достижения. Ну, я думаю, это, знаете, такой очень большой фундамент для нашего молодого поколения, для тех спортсменов, которые будут участвовать на Олимпиаде 2020. И мы, конечно, уже в предвкушении этого в августе месяце, только осталось официальное утверждение, что мы войдем в состав Олимпийской семьи. Я, не только я, и вся федерация наша, и все наши спортсмены, все сейчас действующие и ведущие спортсмены, конечно.